Дневники демонов раскрыты. И сегодня я хочу открыть книгу, которая раскроет дневники этих существ. Первое. Кто такие демоны и бесы? Демоны и бесы, первое, это падшие ангелы. Их 30% из всех ангелов, живущих на небесах. Они восстали против Бога и стали злыми существами, которые поклоняются садане. И второе. Кто такие демоны и бесы? Это дети падших ангелов. В книге Иуда, входящей в Библию, написано, что некие ангелы-стражи увидели дочерей человеческих. И они спали с ними. И родились гибриды. Получеловек, полангел. Они назывались нефилимы. И они росли очень высокого роста. Потому что ангелы высокого роста. От 3 до 5, иногда до 7 метров. И они не могли прокормить себя. И они начали убивать людей и животных. Поедать все. И пить кровь человеческую. И тогда Бог убил этих существ и сказал, что их духи будут на земле. Так вот, это дети нефилимов или это падшие ангелы, неважно. Вот кто такие бесы. И те, и те. Третье. Нефилимы двух видов. Первый вид нефилимов, это был еще, как я уже рассказал историю, во времена Ноя. Во времена тех времен. И тогда эти дети нефилимов были уничтожены Богом. И были уничтожены Богом через Ноя. И второй вид этих нефилимов уже был практически в наши времена. Во времена Моисея. Когда Бог отдал еврейскую землю в руки Израиля, Бог сказал, что эта земля принадлежит вам. И Бог сказал Моисею и Иисусу Навину уничтожить эти народы, высокорослые, дети нефилимов. И тогда они были уничтожены. И сегодня я открываю некие дневники этих существ. Следующее. Многие говорят, что ад создан для того, чтобы там кого-то мучить. Но дневники и демонов говорят, что это неправда. Правда в том заключается, что ад это место сокрытия. Люди не должны там мучиться. Там мучат бесы, потому что они получат удовольствие от того, что они хоть кого-то мучат. Однажды люди попадут заслуженно в озеро Огненное. И там уже их никто не будет мучить. Там их будет мучить совесть. И бесы вместе с ними будут мучимы совестью. Вы знаете, что существуют некие места, о которых мы даже не можем догадываться. Вот многие верят, что эти демоны, они находятся в аду. И правильно верят. Но многие люди, которые были под колодовством и вернулись к Богу, они рассказывали, что многие бесы живут в океанах. Их называют русалки и прочее, прочее, прочее. Они там делают свои царства. Некоторые демоны живут в космосе. Даже на разных планетах. Когда пастор Тиби Джошуа из Нигерии изгонял бесов с одной женщиной, они признались, что они с планеты Венера. Некоторые с Юпитера. Поэтому сказки про НЛО, ну не совсем сказки. НЛО это бесы. Вы знаете, что какие бы бесы ни были, откуда бы они ни были, правда заключается в том, что мы имеем над ними власть. И эту власть нам дал Господь. Есть две силы. Есть силы Бога и силы тьмы. Силы тьмы называются колодовством. Это как черная магия, это как белая магия. Но черная и белая магия это одно. Черное, злое, месиво. А есть силы Божьи. Это кровь Христа. Это огонь Духа Святого. И это слава Отца. Вы можете посмотреть мои видео на эти темы. И когда ты используешь кровь Христа, славу Отца и огонь Духа Святого, сам Бог действует через тебя. Но когда ты используешь колодовство, ты отдаешь свои руки себя, сатане. Поэтому есть две силы, но больше силы, она в разы больше. Поэтому советую тебе выбрать правильную силу. Знаете, сегодня я открываю дневники демонов. Но они не хотят, чтобы вы знали правду. Они об этом знают. Это написано на скрижале их сердца. Они знают правду. Но они сегодня говорят, не-не-не, колдовство, это хорошо, ты людям помогаешь. Да нет, колдовство, это демонология. Нужно служить Богу, используя кровь Христа, славу Отца, огонь Духа Святого. Многие говорят, демонов и бесов не существует, и сатаны нет. Это просто ты ошибся, ну что-то сделал не то. Нет. Они существуют и прекрасно себя чувствуют. Ты можешь их пустить в себя через грех, через мысли, через свои действия. Не проворонь свою жизнь, а дай свою жизнь Богу, и Он сделает ее самой лучшей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...